Здравствуйте! Я Анастасия Натальевича, команда городского телеканала «Первый Ростовский». Выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов-Главная – это работа пунктов отбора на службу по контракту, где поток желающих служить вырос после теракта, и поручение губернатора по борьбе с подтоплениями, а также видеооткрытка из космоса. Ростов-Главная – это реконструкция улицы Вавилова на первом этапе от Сосновой до Орбитальной, и также 50-километровый марафон для привлечения доноров костного мозга, а также день с губернатором, выигравших антикоррупционный конкурс студентов. Они побывали в рабочем кабинете на Ростов-Арене и в новом парке на Левом берегу. Ростов-Главная – это пробные пуски воды перед началом поливального сезона, это цветущие тюльпанами улицы и возомнившие себя июнем – апрель за окном. Украинские беспилотники атаковали в ночь с четверга на пятницу Ростовскую область. Как сообщил губернатор, нападение было на Новошахтинск между двумя и тремя часами ночи, отбой воздушной тревоги в 3.10. Средства ПВО сбили 4 БПЛА, по предварительным данным пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Желающих заключить контракт с Минобороны стало больше почти вдвое после теракта в Крокусе. Наша съемочная группа убедилась в этом, объехав два пункта отбора на службу на Волково-19 и Аганово-22 и пообщавшись с новыми контрактниками. 35-летний Васив Агивердиев уже отправляется в воинскую часть. Все документы оформлены, обследования пройдены, контракт подписан на год. Дома в Багаевской его остаются ждать жена и трое детей, старшему из которых 13. Артем Морозов родился в Краснодарском крае, но в последнее время живет и работает в Ростове электросварщиком. Теперь же планирует освоить навыки артиллериста. Признается, долго думал идти на контракт или нет. Решающим толчком стал теракт в Крокусе. Артем уверен, что принял правильное решение. Такая трагедия не должна повториться. Ну а жена с годовалой дочкой дома дождутся. Переживают, но верят в меня. Ну а кто, если не мы? Надо же ребят подержать все-таки на фронте. Как они без нас-то? Если никто не будет идти, то и защищать не будет некому. У меня младший брат воюет. Я хочу подержать его примеру. Потому что нечего дома сидеть. Надо пойти показать, что мы не преломить нашу страну никто. Мы защищали то, что есть. Такие люди, то, что идут защищать нашу страну. После заполнения анкеты претенденты проходят психологическую проверку. С ними работают психиатр и нарколог. Проверяем по базе. Посылаем в базу. Нам отвечают. Состоятельы уже учат или нет. Чуть-чуть придется подождать. В целом, подписание контракта с Минобороны занимает два дня. После чего контрактники отправляются в части и проходят военную подготовку. После теракта в Красногорске число желающих стать контрактниками выросло почти вдвое. Областной пункт на Аганово, 22, работает круглосуточно. Пункт отбора работает в круглосуточном режиме. То есть, после недавних трагедий в Московской области поток людей увеличился в два раза. И младший, и старший, и все вообще. То есть, возрастная категория разнится. Проходят профессиональные отборы, медицинские мероприятия. Дальше заключается контракт. Несмотря на региональные выплаты, они сейчас у нас в Ростовской области тоже в порядке миллиона доходят. То есть, люди мотивированы именно на патриотической волне. А это уже городской пункт отбора на контрактную службу на Волково, 19. Здесь желающих не меньше. Среди претендентов 21-летний ростовчанин Артем Милевский. Причем решение пойти служить по контракту стрелком объясняет невозможностью заработать. Говорит, главное быть полезным стране. Сегодня он отправится в часть. Но финансовые условия тоже напомним. Заключивший контракт с 1 апреля на территории Ростовской области независимо от места жительства получает единовременно 700 тысяч рублей. А для мобилизованных и срочников размер региональной выплаты увеличен втрое со 100 до 300 тысяч рублей. Инна Билан, Виталий Ступаков, 1-й ростовский. Далее недельная сводка ростовского городового у Анастасии Фериченковой. По подозрению в госизмене в Ростовской области задержан студент московского вуза, уроженец Макеевки с российским паспортом. Он связался с украинскими спецслужбами и предложил свои услуги. И в январе-феврале этого года передал данные о критически важном объекте военной инфраструктуры, которые могли помочь его атаковать с потерями в личном составе и технике нашей армии. У задержанного изъяты средства связи, через которые он контактировал с врагом. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Оно грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет и даже по жизненным заключениям. Группа хакеров задержана в Ростове и Сочи. Они получили неправомерный доступ к базе крупной IT-организации и продавали персональные данные работников сервисной службы. По имеющимся данным злоумышленники, осуществляли незаконное копирование и распространение охраняемых законом сведений, составляющих коммерческую тайну одной из крупных российских компаний. Соучастники получили неправомерный доступ к базе организации, скопировали свыше 600 тысяч записей, которые содержали персональные данные работников, а затем с целью продажи разместили их в теневом сегменте интернета. Мой интерес к передаче аккаунта заключался в том, что после того, как эта база была бы забрана, то по этой базе была бы сделана рассылка с приглашением работать курьером именно у меня в компании. По местам жительства задержанных проведены обыски, изъяты компьютеры, жесткие диски, флешки, мобильники, сим-карты и другие предметы, имеющие отношение к преступлению. Возбуждены уголовные дела по статьям неправомерный доступ к компьютерной информации и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Фигуранты дали подписку о невыезде. Супругов, убивших своего маленького ребенка, ждет суд. По данным уголовного дела, преступление случилось в апреле прошлого года в квартире по улице Платона Кляты. Родители мужчина 33 лет и женщина 23 лет просто договорились убить дочку, которой было 8 месяцев. И сделали это, после чего расчленили тело, а в полицию заявили о похищении девочки. Но скоро следователи все поняли и останки тела ребенка были обнаружены дома, у убийц, в холодильнике. Следствие завершено, дело отправлено в суд. По статье «Убийство малолетнего группой лиц грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или даже пожизненное заключение». Следком опубликовал кадры следственных действий с подозреваемыми в жестоком убийстве двух мужчин в Зимовниковском районе. Следователи и криминалисты вывезли задержанных на место преступления для проверки показаний. Напомним, под стражей сейчас четверо подозреваемых 99, 93, 91 и 88 годов рождения. По предварительным данным, мотив убийства – долгая личная неприязнь одного из подозреваемых. Он собрал троих знакомых, и вместе они напали на жертв с ножами. Тела убитых рабочих сельхозкооператива «Верхоломов» обнаружены в их автомобилях, один из которых был утоплен в реке Сал. Следствие продолжается. На этом у меня все. До встречи. Больше 12 километров сетей вытащили из акватории Таганрогского залива с начала года сотрудники погрануправления ФСБ. Как правило, выявить их удается до прихода браконьеров за добычей, в которой могут быть и краснокнижные виды рыб. В очередной рейд с пограничниками отправилась съемочная группа «Первого Ростовского». Морские пейзажи вот из полотио-Найвазовского. Привычная картина открывающаяся с горта катера береговой охраны. Сотрудники погрануправления ФСБ Таганрогском заливе находятся круглосуточно, даже в штиль, нарушая спокойствие браконьеров. Акваторию тщательно прочесывают группами. Мы на катере. С обеих сторон нас обходят пограничные моторные лодки. Экипажи вглядываются в водную гладь в поисках нарушителей. На горизонте появляется лодка, и очень скоро первая остановка, швартовка и проверка документов. Разрешение на добычу. Весной сейчас выходим каждый день. Проверяют, систематически подходят. Как бы даже знают, что это мы, знают, что у нас все хорошо. Вот утром стоим на тюльковом котле, с самого ранья, с утра, только солнце всходит. И к нам все равно подходят. Разрешение есть, незаконных орудий лова нет. Рыбы на борту пока тоже. Вопросов не остается. Промысловиков оставляют и идут дальше. Вот спустя полчаса на волнах замечаем бутылки-поплавки. От них тянутся метры браконьерской сети, в которой запутались подлещик и крупный пеленгас. Сегодня явно их день. Они снова свободны. Сами со сотрудниками дивизиона проводим мероприятия по троллинию незаконных орудий добычи. Это основные сети для ловли жаберных способов. Мы постоянно есть. Поэтому постоянно работаем именно по предотвращению незаконной добычи лунно-биологических ресурсов. Скоро находят еще одну сеть. Здесь уже рыбы полно. Кроме пеленгасов и сельди, в желтой паутине пограничники находят настоящее золото – парочку краснокнижных русских осетров. Попади такие красавцы не обратно в море, а в браконьерскую лодку – разговор короткий. Сразу уголовное дело. Вот в начале марта было громкое задержание. Пограничники изъяли десятки метров сети, пару тысяч рыбин, в числе которых стерлить осетры севрюга, обещающие 9 лет тюрьмы и штраф до 3 миллионов рублей. Видимо, кому-то рыба дороже собственной свободы. Они реагируют очень недружелюбно, не сказать. Ну, тем не менее, они пытаются скрываться, не подчиняются законным требованиям об остановке. Тем не менее, мы их догоняем и устраняем все правонарушения. Для задержания погрануправление применяет авиацию. Вот вертолет Ми-8 воздушным потоком буквально выталкивает к берегу браконьера, чтобы тот ответил по закону. Подключается и природоохранная прокуратура. Особо акцентируется внимание на весеннем нерестном периоде, когда, в принципе, добыча водных биологических ресурсов, за исключением промышленного лова, запрещена. То есть любительское рыболовство в целом под запретом в указанный период. Также в течение года мероприятия проводятся. По результатам, опять же, виновные лица устанавливаются и привлекаются к установленным законам ответственности. С начала года пограничники вытралили из акватории Таганрогского залива больше 12 километров сети, предотвратив ущерб водным биоресурсам на сумму около 15 миллионов рублей. Видеооткрытка пришла на Землю с ее орбитой. Работающие на МКС российские космонавты поздравили страну с Днем космонавтики. Олег Каноненко напомнил, что в этом году отмечается 90-летие Юрия Гагарина, а дончанин Николай Чуб поблагодарил тех, кто технически воплощает идеи конструкторов. Находясь здесь, в сотнях километров от Земли, мы благодарим за труд и искренне поздравляем с профессиональным праздником всех, кто сделал возможным наш полет в космос и полеты наших коллег. Ну а Александр Гребенкин подытожил поздравления и показал виртуозное умение работы с микрофоном. С праздником, друзья! С Днем космонавтики! Космонавты Роскосмоса Олег Каноненко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Чуть больше пяти месяцев остается до завершения экспедиции на Международной космической станции, в которой принимает участие новочеркасец Николай Чуб, который отметил, что продолжает дело, начатое нашими предшественниками. Вот такие впечатляющие снимки сделал на днях с МКС новочеркасец Николай Чуб и подписал, что с Земли полярное сияние вызывает неминуемый восторг, а с борта МКС оно смотрится еще более впечатляющей. Планету словно окутывает светящаяся мантия. Космонавты сейчас не только ведут серьезную научную работу, но и стараются нас, землян, развлекать. В Донском филиале Центра тренажеростроения подготовки космонавтов рассказывают, за работой земляка на орбите следят внимательно. В 71-й длительной экспедиции запланировано четыре выхода в открытый космос, а завершиться она должна в сентябре. Здесь в филиале космонавт Чуб бывал не раз. В 2017-м, например, давал мастер-класс школьникам и рассказывал, как становятся космонавтами. А в 2019-м, накануне Дня космонавтики, оценивал создаваемые тут тренажеры. И он был в восторге. Есть хороший отзыв его, в котором он сказал, что здесь действительно дети приобщаются к космосу, и что он на наших же тренажерах обучался в Центре подготовки космонавтов, но там более специализированные для подготовки, а здесь они более такие душевные для людей, для детей, чтобы их, так сказать, вдохновить, да, и чтобы они работали в аэрокосмической отрасли. За 49 лет специалисты Центра тренажеростроения создали больше трех десятков тренажеров, на которых подготовлено 250 экипажей космонавтов. Тренажеры транспортного корабля «Союз» и орбитальной станции «Салют-7» орбитального комплекса «Мир». Здесь разрабатывали тренажеры для подготовки к полетам на многоразовом космическом корабле «Буран» и продолжают работать для российского сегмента МКС. У нас здесь лунный взлетно-посадочный корабль есть, лунный ровер, окололунная станция, ну, в виртуальном, естественно, виде, но это уже как вот мы представляем вот наше будущее российское полетов на Луну. Как живут, что едят, чем работают в космосе и выходят на связь с Землей, здесь рассказывают и показывают наглядно. Хотя новые выставочные экспонаты появляются нечасто. Процесс разработки и изготовления не быстрый, а что-то к тому же вообще засекречено. Но Центр космического образования молодежи работает, и школьники могут бесплатно готовиться к воплощению мечты стать космонавтом. Елена Ребжанова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Он упорно бежит, чтобы люди узнали о нехватке доноров костного мозга. Победивший лейкоз Артем Алискеров пробегает 50-километровую дистанцию в российских городах, привлекая внимание к проблемам донорства. Очередь дошла и до Ростова, где марафонец перед забегом встретился с пациентами гематологического отделения РОК-Б. Падали последние снежинки, вот руку протянул и говорю, Боже, дай мне, пожалуйста, хоть волосочек, волосочек ухватиться за эту жизнь, потому что я хочу жить. Я хочу жить, дай мне этот шанс. В январе 2019-го жизнь Артема Алискерова круто изменил страшный диагноз – острый лимфообластный лейкоз. Борьба с ним шла почти три года, и вот теперь уже амбассадор донорства костного мозга в России рассказывает пациентам гематологического отделения Ростовской областной клинической больницы, как ему удалось поверить в свои силы и настроиться на выздоровление. Я не могу дать какую-то формулу, но я могу просто поддержать. Вы же сами видели обратную связь, то есть людей откликается, что нужно действительно все мысли свои перевести в положительное русло, и это мой путь. За время лечения Артем прошел 31 курс химиотерапии. Для скорейшего восстановления после сеансов врач посоветовал как можно больше ходить, и он накручивал между процедурами по коридорам больницы по несколько тысяч шагов в день. Во время лечения узнал об острой нехватке доноров костного мозга, и выздоровев, решил привлечь внимание к этой проблеме с помощью самой быстрой ходьбы – бега. Благодаря бегу можно создать резонанс, когда один бежит, потому что если это была бы командная какая-то история, а то нужно быть очень сильной командой, которая что-то побеждает, и люди бы восхищались и стремились бы к любой акции. Артем Алискеров стал мировым рекордсменом. На 11-й день после выписки из больницы поднялся на Эльбрус. Потом пробежал ультрамарафон по Золотому кольцу и 770 километров по Кристальному льду Байкала. Я ему очень поверила, как-то мне легче стало. Я думаю, что я тоже выздоровлю, и все будет хорошо. В пересадке костного мозга в Ростовской области нуждаются около 2000 человек. Эту сложную операцию назначают пациентам с онкологическими или генетическими заболеваниями крови. Родственники не всегда могут быть донорами, поэтому важно привлекать как можно больше готовых помочь. К тому же необходим регистр местного значения. Случается так, что некоторые иммунологические маркеры, они характерны только для определенной национальности. И чтобы подобрать донора именно в этом регионе, необходимо, чтобы люди сдавали костный мозг именно из этого региона. В этом году в Ростове начнут делать операции по пересадке костного мозга детям. 1 июня планируется открытие ВДКБ детского хирургического центра инновационных технологий. Врачи смогут проводить 50 трансплантаций в год, что полностью закроет потребности нашего региона. Анна Туполева-Владимир Савилов, 1-й, Ростовский. А на следующий день Артем Алискеров пробежал свой марафон для привлечения доноров костного мозга по ростовским улицам. Внимание! Марш! На набережной участники забега на 50 километров преодолели так называемые разминочные пять и побежали по специально проложенному маршруту. В интернете уже много информации о том, что это за процедура, что такое донорцы костного мозга, и чтобы люди осознанно подошли к данной процедуре и понимали, что на втором конце провода, скажем так, человеческая жизнь. В прошлом году благодаря такому всероссийскому марафону удалось привлечь больше 30 тысяч доноров костного мозга. В этом задача глобальная – охватить миллион потенциальных доноров по всей стране. Забеги на 50 километров устроят еще в 12 городах. Для того, чтобы стать донором костного мозга, не нужно никаких особых усилий. Нужно просто прийти на станцию переливания крови нашу, которая является рекрутинговым центром по отбору пациентов и внесению их в регистр, и сдать образцы крови, образцы своего генотипа, так скажем, и стать участником этого регистра. Любое мероприятие в поддержку наполнения регистра, его увеличения численности – это, конечно, достойно всякого уважения. Марафон по городам России – это репетиция перед масштабным забегом. В сентябре Артем Алискеров побежит 5000 километров от озера Байкал до Москвы и преодолеть дистанцию планируют за 50 дней. И вот что еще расскажем далее. Ростов-Главный – это реконструкция улицы Вавилова. На первом этапе от Сосновой до Орбитальной также день с губернатором выигравших антикоррупционный конкурс студентов. Они побывали в рабочем кабинете на Ростов-Арене и в новом парке на Левом берегу. Ростов-Главный – это пробные пуски воды перед началом поливательного сезона. Это цветущие тюльпанами улицы и возомнивший себя июнем – апрель за окном. Изменения в областной закон по регулированию механизма комплексного развития территории жилой застройки нужно внести до 1 июля. Такое поручение дал Василий Голубев на совещании в правительстве. Губернатор ставит задачу резко менять подход и перейти от точечной застройки к комплексному развитию с параллельным строительством всей необходимой инфраструктуры. Федеральное законодательство уже изменено. Теперь дело за областным. Новый механизм КРТ, кстати, позволит постепенно обеспечить и уже застроенные домами территории инженерной и социальной инфраструктурой. Для решения задачи аварийного жилья и обманутых дочек и детей-сердых. К сожалению, некоторые территории остались на наследство. По десятилетиям будут разбираться. Нам не хватает школ, детских садов, поливедников и так далее. В Ростове для комплексного освоения намечено 11 территорий и 4 промзоны. Все вопросы КРТ будут решать операторы, которых определят в каждом городе. Масштабная реконструкция улицы Вавилова продолжается. Модернизирован там будет участок в 3,5 километра между Сосновой и Особиной со строительством развязки на пересечении Вавилова, Особиной и Королева. Сейчас работают на участке в километр 100 метров Сосновая и Орбитальная. Большая реконструкция дороги по улице Вавилова началась в мае прошлого года по нацпроекту «Жилье и городская среда». На первом из двух этапов проекта занимаются участком от Сосновой до Орбитальной протяженностью километр 100 метров. Здесь заканчивают выкуп земельных участков и ведут снос строений. Проектом предусмотрено выкуп 120 участков. Из них 126 объектов капитального строительства. На сегодняшний день 73 здания переданы подрядной организацией для демонтажа. Из них 64 уже здания демонтированы. 6 зданий ведется подготовительной работы и 3 здания в работе. Задача модернизации – облегчить жителям Суворовского въезд в микрорайон и выезд из него. Дорога станет четырехполосной с карманами на остановках. Будут пешеходные зоны и новые деревья вместо вырубленных. Уже переустроен газопровод среднего давления длиной 228 метров. Достроена новая трансформаторная подстанция, два БКТП. Переустроена существующая трансформаторная подстанция. Они уже на сегодняшний день переподключены и выполняют свои проектные нагрузки. Параллельно выполнены работы по устройству, значит, уширения существующей дороги для возможности строительства, также ливневой канализации, колодцев, труб. Уже разведен монтаж накопительных резервуаров, ливневой канализации. Сзади мы можем видеть два выхода выпуска идет, которые будут собирать дождевую воду. Первый этап проекта должны завершить в этом году. Уже получено разрешение на строительство первых 500 метров дороги. И 90 из них уже частично готовы. Полностью завершить реконструкцию участка Вавилова в 3,5 километра от Сосновой до Особиной. С возведением развязки на пересечении Вавилова-Особиной Королёва должны до 1 декабря следующего года. И от графика подрядчики не отстают. А ближе к центру города в Краснознамённом переулке заканчивается ремонт дорожного покрытия. Правда, с отставанием. По контракту работы на участке в 550 метров должны были завершиться 15 марта. Уже установлены, как вы видите, бортовые камни, поребрики. Произведено устройство щебиночного основания. Подрядчик активировался и приступил к резерванию. Соответственно, когда такое происходит, работа говорит о том, что уже будет скоро завершено. Подрядчика по окончании работы штрафуют. Ведь этот переулок дублируют Ставропольский, где в часы пик жители Северного стоят в пробках. На жалобы граждан отреагировали, и ремонт Краснознамённого переходит в финальную стадию. Сделать всё должны за 2-3 недели. Алина Цыганкова, Александр Осняч, 1-й Ростовский. Соедини две улицы и два садовых товарищества. Немного южнее зоопарка обезопасит дорогу детей к школе и сократит взрослым время в пути до дома. Мост с народным названием «Нефтяник» строится через реку Тимирник, и работы уже подходят к концу. Окличный материал сантиметр за сантиметром раскатывают, прогревая, предварительно нанеся специальный битумный праймер. Так делается гидроизоляция нового моста, который соединит садовые товарищества «Нефтяник» и «Кирпичник». Местные жители давно его ждали. Безумно мы рады, конечно, мосту. Наконец-то нас соединили с другим берегом. Это, во-первых. Во-вторых, уже дорога получше будет. То, что мы ездили раньше, там вообще убитая дорога была. Дети ходили в школу через железную дорогу. Это небезопасно, страшно. Раньше мы через Ботанику ездили. Там ни света, ничего не было. Таков страшно очень было передвигаться. А сейчас уже вот можно раз, и мы на зоопарке. Уже нас всё ближе, и автобус ближе. Строительство дороги протяжённостью 206 метров и 54-метрового моста через реку Тимирник началось в прошлом году. Позади строительно-монтажные работы, отсыпаны подходы, построена система водоотведения. Осталось доделать гидроизоляцию, положить асфальтобетон и благоустроить территорию. А именно сделать освещение и ливневую канализацию, высадить деревья. Подряд на организацию выполнены основные объёмы работ, которые планируются завершить к 1 мая. Пока что всё идёт по графику. Сейчас примерно 75% выполненных работ. Ведётся работа по устройству гидроизоляции сооружения. В дальнейшем будет устройство основания автомобильной дороги и укладка асфальтобетонного покрытия. Проблем со строительством у подрядчика не возникло. Единственное, что усложняло работу – большое количество воды. Официального названия у моста пока нет, но и жители садоводств, и строители с дорожниками уже прозвали его «нефтяником». Всё было обводнено. Слишком много воды, как и по всей России. А так, нет, никаких сложностей не было. Всё нормально. Данный мост был необходим по причине того, что территория СНТ «Нефтяник» была отрезана от связи с остальным городом. Не было возможности подъезда коммунальных служб, службы быстрого реагирования. Стоимость объекта – 137 миллионов рублей. Мост соединит улицы 2-ю Пологую и 2-ю Заречную. Это немного к югу от зоопарка. Дина Горбачёва, Юрий Санкин, 1-й Ростовский. День с губернатором провели студенты-победители молодёжного конкурса «Экзамен по профессии. Мы против коррупции». Василий Голубев показал свой кабинет и рассказал о распорядке рабочего дня, в котором нередки проверки строящихся объектов. На один из таких новый парк на левом берегу Дона отправились вместе. А потом ещё была экскурсия по Ростов-Арене и разговор за чаем с ответами на вопросы, иногда вызывающими улыбку. С вашей должностью, с вашим плотным графиком, есть ли у вас свободное время и чем вы занимаетесь в свободное время? Да вообще дофига свободного времени. Не знаю даже чем заниматься. Вот у меня обязательно будет свободное время в субботу. Я поеду в Орловский район. Будет день древа насаждения. Я посажу дерево. Одно или два, сколько я предложу. А после этого поеду, обязательно побываю на фестивале «Воспетая степь». А ещё в свободное время губернатор уходит на прогулки по родной станице Ермаковской. Рассказал Василий Голубев и о первой работе, и об отношении к коррупции. Ведь сегодняшний день с ним проводят 12 студентов, победители конкурса «Экзамен по профессии. Мы против коррупции». Те, кто вам случайно сказал, что коррупцию нельзя победить, очень сильно ошиблись. Я знаю, что это тяжёлая история. Она же бывает в разных проявлениях. Законы, которые приняты, нужно просто выполнять. Кстати, люди, даже если законы жёсткие, но принятые законы, люди их готовы выполнять. Встреча эта неформальная, а потому много личных вопросов. Любимая книга, фильм, хобби. Не секрет, что Василий Голубев увлекается фотографией, и эти навыки он продемонстрировал на экскурсии по Ростов-Арене. Студентам рассказали о реновации газона и видах травы, провели по раздевалкам футболистов. «Можете присесть на какое-то из кресел, в зависимости от вашей симпатии футболиста». «Все коронавты сейчас». «А вот в последнее время больше другие задевают, махиби забивают. Имейте в виду. В каждом матче мяч или два». Короткая справка об участниках этой встречи. Победители антикоррупционного конкурса прошли жёсткий отбор. Из тысячи заявок выбрано всего 12 проектов. И многие из авторов хотят работать в правительстве. «Василий Юрьевич много рассказал про свой путь. Дал также нам советы, как найти вообще своё призвание в этом профессиональной деятельности и так далее. И, конечно, он поделился с нами таким очень важным опытом, как вообще встать на свой путь и для того, чтобы всё получилось». «Василий Юрьевич дал очень главный и важный совет – не оставаться равнодушным к людям». «Это самое главное. Я думаю, что именно к этому совету я прислушаюсь, и моя дальнейшая жизнь уже будет зависеть от этого совета». И, кстати, о работе. Был в маршруте и кабинет губернатора. «Давно вы были в кабинете губернатора?» «Да, за первый раз». Прониклись ответственностью и вместе отправились в строящийся парк нового жилого комплекса «Левобережье». Здесь будет каток, спортивно-развлекательные комплексы, памп-трек и так далее. «Появится спортивный клуб с бассейном. Здесь лёд будет, велопрокаты, скейт-прокаты. Всё, что летает, всё можно будет изнаноить». «Вообще этот парк, он как река, которая с ручейка начинается. Он начинается оттуда и так постепенно через весь микрорайон, расширяясь аллеями, скверами, переходит сюда в парк. Парк на 14 гитар земли». Здесь же будут станция канатной дороги, смотровая площадка, амфитеатр, футбольное поле, теннисные корты. В несколько связанных с доном прудов уже запустили Карпов. Открытие парка запланировано на май следующего года. И губернатор совместил дружескую встречу со студентами с работой, оценив ход работ. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. С подтоплениями Ленинована Василий Головов поручил разобраться своему заместителю Сергею Бодрякову. Грунтовые воды поднимаются в Мясниковском районе давно, но этой зимой проблема стала особенно острой. Топило дома и улицы, в том числе в Ростове. Спасатели откачивали воду беспрерывно. Сейчас подготовлены более серьезные меры, проработанные этапы решения вопроса и четкие сроки исполнения. Итак, по поручению губернатора, до 19 апреля должна быть подготовлена сметная документация на устройство водоотводного канала. До конца апреля нужно определить точную сметную стоимость всех работ, что позволит выделить на них бюджетные деньги. И уже летом ставится задача проложить полкилометра труб, обустроить канализационные колодцы и смонтировать модульные очистные сооружения. В середине июня губернатор ждет предварительный доклад по исполнению поручений. Для решения проблему подтоплений в границах ростовской агломерации Василий Голубев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по гидрологическим изысканиям. Чистота и благоустройство города стали главными темами планерки главы администрации Ростова. Говорили о предварительных итогах месячника чистоты с его субботниками – высадки деревьев и цветов. О чистоте города говорили на расширенной планерке главы. С 18 марта по 20 апреля проводится месячник чистоты. Подрядная организация из-за раннего потепления раньше обычного начала работы по выходу из зимы. Только за три субботника убрали больше 300 мест общего пользования и внутриквартальных территорий. С улиц и из дворов вывезено 530 тонн мусора. Участвует в нововведении порядка весь город от сотрудников УК, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций до простых горожан. Но Алексей Лагвиненко напоминает – субботники – это хорошо, однако они не решают проблем с недобросовестными частниками, на которых висит персональная ответственность за чистоту своих территорий. Необходимо усиливать претензионную работу. Жители выйдут на субботник, могут поучаствовать где-то на улицах, где-то на наших скверах, но разобидности они работать точно не будут. Особенно касается, Юрий Владимирович, касается коммерческих организаций. Все наши магазины, торговые комплексы, наши там рестораны, неважно, там где-то входная группа грязная, там где-то у нас плитка потвалилась. Берите, занимайтесь. На следующей неделе глава администрации планирует проехать по каждому району, чтобы оценить организацию работы в этом направлении. Ну а что касается красоты, после наведения порядка в субботу у нас день древонасаждения, и в Ростове высадят больше трех тысяч саженцев и столько же кустарников. Будет и новое цветочное оформление. На февральском заседании городской думы были предусмотрены средства в размере 120 миллионов рублей на приобретение цветов однолетников, многолетников и кустарников для высадки в текущем году. Подрядная организация определена. По результатам открытого аукционного контракта планируем заключить до 10 апреля. Высадка цветов однолетников начнется в преддверии майских праздников. И высадить планируется 960 тысяч цветов однолетников и 19 тысяч многолетников. И еще одна хорошая новость для спортивных ростовчан. Традиционный забег 21 апреля власти отменять не планируют. Как и большую первомайскую легкоатлетическую эстафету. Мне кажется, что это точно отменять не стоит. Все, что спортивное предприятие для города точно очень важно. В УВД подан на согласование паспорт безопасности. Вопрос прорабатывается. Марина Черных, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Желтые, белые, красные, розовые, фиолетовые. Кажется, какой цвет не вспомни. И такие тюльпаны есть на ростовских улицах. Город украсили красочные ковры из тысяч распустившихся цветов. И съемочная группа Первого Ростовского поможет нам с вами ими полюбоваться с дивана. Больше миллиона тюльпанов расцвели на улицах Ростова. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Яркие огоньки уже стали центром притяжения для горожан. Соцсети усыпаны цветочными селфи. И, казалось бы, за желтыми тюльпанами уже давно закрепилась печальная ассоциация «Вестники-разлуки». Но своей красотой они затмили все суеверия. С того момента, как заметила цветочные ковры, Александра Филоненко каждый день приходит на Пушкинскую полюбоваться сотнями солнца, зарядиться весенним настроением. А неприятную примету с желтым цветом толкует в хорошую сторону. Разве что это «Вестники-разлуки» с некрасивым газоном, который был до этого. Валентине Колесниковой в плане наблюдения за цветами повезло больше всех. Ее квартира прямо над этими благоухающими полянами. И на взгляд пенсионерки сверху одна из главных улиц города вышла на высший уровень красоты. Если есть рай на земле, так это наша пушкинская. Вам нравятся цветочки? Ой, да не то слово. Такая красота, такая красота. Особенно после зимы, после всего этого выходишь, и тут такая красота, просто прелесть. Стройно и ярко тянутся к ясному небу тюльпаны и далеко не только желтые. Сочную желтизну разбавляют венчики нежного цвета топленого молока. А изюминки в эту картину добавляют обаятельные розовые. А вообще по городу можно встретить и более смелые оттенки. Схемы разрабатывали еще в начале 2023 года. Цветовая гамма выбрана разнообразно. Это желтые, белые, розовые, красные тюльпаны. Где-то они высажены в миксе. На одной стороне сквера Седова преобладают алые огоньки, на другой фиолетовые. И ухода эта красота не требует. Уход за тюльпанами не предусмотрен. Они за ними не ухаживают. Они цветут, сейчас отцветут и после цветения срежут стебелек. И на их месте взойдет газон, трава. И все. И после, в следующем году, в весенний период, они также будут радовать наших горожан и жителей. Тюльпаны будут делать город красивее где-то до середины мая. А дальше передадут эстафету бархатным петуниям, многослойным циниям и дерзким ирисам. Мы используем метод непрерывного цветения, когда одни растения заменяют другие. Сейчас, после цветения тюльпанов, мы перейдем на высадку однолетних растений, которые также будут радовать горожан и гостей нашего города вплоть до октября месяца. А пока продолжаем наслаждаться тюльпанами и не забываем бережно к ним относиться. Ведь в сети, кроме красочных селфи, уже гуляют и такие неприятные посты. Цветы изо всех своих сил стараются нас порадовать, так давайте же не будем им в этом мешать. Дарья Лисицкая, Руслан Хамчеев, Первый Ростовский. Солнце греет, временами даже печет. Весна активно сигналит цветами на клумбах и деревьях, а на полях завершается сев яровых и начинается активный поливной сезон. Открываются затворы оросительной системы. Наша съемочная группа зафиксировала пробный пуск воды в Веселовском районе, а общий старт будет 20 апреля. Так открывается поливной сезон. Живительная влага разойдется по большим и малым каналам, напитает рисовые чеки, а рассит поля. И на них вырастут кукуруза, сахарная свекла, картофель и другие овощи. Больше 50% наших земель – это орошение. От воды мы зависим. Без воды не будет урожая. Сеем кукурузу. Свеклу уже отсеяли. И пшеница имеется на орошении. И заканчиваем кукурузу и собираемся поливать. То есть ждем со дня на день воду. Уже дождались. Правда, путь у воды длинный. До полей она доберется только через несколько дней. Азовский магистральный канал, где мы находимся, протяженностью 80 километров, расходом 20 кубов в секунду. Из этого канала, так сказать, пьют воду наши сельхозпроизводители Багаевского района, Оксайского района, ну и части Веселовского района. Вода должна набраться в канал до темной отметины, отпечатавшейся на бетоне. Активный сезон полива – май-июнь. И все это время работают мощные насосы, поднимая воду из Веселовского водохранилища в каналы рассетинной системы. Здесь самое начало – выход воды. Без рыбы. Ее не пропустят специальные заграждения. Зона каналов закрытая для тех, кто тянется к воде с намерением отдохнуть и скупаться. Это запрещено. Система мелиорации активно работала в советское время. Востребована и сегодня. Ее работники открывают сезон в хорошем настроении. В этом году водохозяйственная обстановка, согласно оперативным данным Донского бассейна управления, очень благоприятна. Поэтому со 100% уверенностью можно сказать, что в этом году наши сельхозпроизводители будут обеспечены полном объеме водой, согласно планам их водопользования. Селяне подают заявку на поставку воды, оформляют договоры. С поддержкой правительства решаются вопросы объемов, тарифов и других моментов водопользования. Активно поддерживается и мелиорация земель сельхозназначения, подача воды. Есть вопросы, конечно, здесь. У нас и по ценообразованию стоимость воды. Селяне задают вопросы. Она повышается с прошлым годом. Но отдельно проводим кустовые совещания и разъясняем эту позицию в наших районах. Эти рукотворные реки, каналы – тоже основа продовольственной безопасности страны. Татьяна Бочарова, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. До начала лета еще далеко, но погода шепчет, и подготовка к купальному сезону уже идет. Ее ход и безопасность на водных объектах обсудила региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Подготовиться к купальному сезону и сделать отдых у воды безопасным – такая задача уже поставлена губернатором. А как ее успешно решить, говорят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Главный вопрос тут – оборудование пляжей. В прошлом году по области их было больше 90, плюс 130 – мест отдыха у воды. Отличие последних в том, что на них нельзя купаться. Там не дежурят спасатели и так далее. Но некоторые города и районы готовят только такие места, не тратя усилий на оформление полноценных пляжей. Однако люди берегом на отдыхе у воды не ограничиваются – идут купаться и тут недалеко до несчастных случаев. В настоящее время при подготовке летнего периода стоит задача по увеличению количества пляжей в муниципальных образованиях области. Пляжи можно организовать путем дооборудования традиционных мест отдыха на воде. Поэтому обращаю внимание главы администрации городских оборудов и муниципальных районов области на необходимость работы с коммерческими организациями, меценатами, другими спонсорами по финансированию ими развития пляжей инфраструктуры на веренных вам территориях. Введение несколько лет назад понятия «малый пляж», где купающихся до 100 человек, обеспечило условия для активного роста числа безопасных мест для купания, особенно в сельской местности, где создавать стандартные большие пляжи экономически нецелесообразно. Департамент по предупреждению ликвидации ЧЭС помогает муниципалитетам в очистке дна и берега пляжей, подготовке и обучении спасателей в теории и на практике, управляться со спасательным кругом, например, и оказании первой помощи. Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Ростовской области является приоритетным направлением деятельности правительства региона. В летний период, как мы все понимаем, количество граждан, жителей, гостей Ростовской области, которые отдыхают у воды, кратно возрастает. И директор муниципальных образований силами областного департамента по ЧЭС необходимо принять всевозможные меры для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение и отдых людей. В конце мая устроят дни безопасности на водных объектах с уборкой пляжей и мест отдыха вместе с добровольцами. Также участники заседания обсудили вопросы подготовки детских и пришкольных лагерей к летним каникулам, в том числе обеспечения их пожарной безопасности. Роксана Базазян, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Пожалуй, главная спортивная новость недели и главное разочарование – проигрыш гандбольного Ростов-Дона в Кубке России. И снова нас обидел ЦСКА. В плане игры все было замечательно, упорнейшая борьба, нервы, эмоции. А вот результат подкачал наш спорткор Марина Черных. Еще раз пройдет этот путь до решающих бросков с 7-метровой отметки. Да, глядя на то, как Ростов-Дон выносит соперников, в том числе ЦСКА, в чемпионате страны, мы ждали двух побед и первой трофеи. Но как-то туго пошло в атаке. Дошло до серии пенальти. В полуфинале Кубка страны играли ЦСКА Динамо Синара и Ростов-Дон-Лада. Армейские девушки легко разбили Волгоградок 33-23. А вот ростовчанки испытали серьезные проблемы. Команда из Тольятти весь первый тайм лидировала. Отрыв доходил до пяти мячей. К перерыву у нас 12-13. И только в концовке победу удалось вырвать 25-22. Ну а дальше финал. Вот он главный трофей, за который с минуты на минуту начнется бой между Ростов-Доном и ЦСКА. Это будет уже 19-й розыгрыш Кубка России. 11 раз из которых его брал Ростов-Дон. Но последние два сезона он уходил к ЦСКА. И мы очень надеемся, что в этот раз Кубок будет наш. Конечно, при всем уважении к другим участникам финала четырех, Лади и Динамо Синари, все ждали финала Ростов-Дон-ЦСКА. Это уже противостояние высшего уровня принципиальности. «Маленькая война», как скажет потом игрок московского клуба. И на трибунах не только Ростов и Москва. В чемпионате Ростов-Дон выглядит мощно. И в финале Кубка стартовал по-хозяйски 6-3. Пять из наших голов на счету Алины Кишко и Кристины Кожакарь. И кто бы мог подумать, что именно они в итоге станут антигероями. Посмотрите, какая здесь сумасшедшая атмосфера. Зал полный, ни на секунду не замолкает. И Ростов-Дон пока ведет. 8-5, 9-6, 10-7. Большую часть тайма. Идем с хорошим запасом. Но тут москвички догоняют. И к перерыву команды на равных 12-12. 10 минут второй половины ничья. Потом еще один рывок ростовчанок 19-16. Закрепиться, однако, не удалось. Пропускаем три гола подряд. Концовка вышла нервной и совсем малорезультативной. За 4 минуты до сирены отстаем на гол. Только через 2 минуты Моногарова счет сравнивает. Атака ЦСКА. Семиметровый. И мяч летит мимо ворот. У нас целая минута на атаку и решающий бросок. Но на него так никого и не вывели. Ничья. 23-23. И серия пенальти. Наши матчи проходят всегда как такая маленькая война. Это и было сегодня на площадке. Но в таких играх важен, наверное, сам исход. Соперницы не забивают дважды. У нас неточна Кишко. Но на последний бросок выходит штатная пенальтистка Кожакарь. И отправляет мяч во вратаря. Серия продолжается до промаха. И его снова делает Алина Кишко. Матч проигран 29-30. Кубок не наш. Очень часто люди очень опытные. Они больше всего волнуются. Поэтому где-то сделали шанс на девчонок, которые думали, что не так будут волноваться. Где-то, может быть, у них не такая ответственность огромная. Поэтому эту лотерею ты не угадаешь. Сейчас они не забили. Надо было сказать, что надо было 7, надо было Юлию. А когда она никогда не била пенальти, никто не знает, надо было ее ставить. Сложно. Тренер ЦСКА и по совместительству главный тренер сборной России Людмила Боднеева после матча подытожила. Игра достойна финала. Сборницы вызовав команду. Большего-большего дерби, чем Ростов-Дон-ЦСКА сейчас сложно себе представить. Так что я думаю, что этот финал был украшением турнира. В любом случае, это неоценимый опыт играть тяжелые игры с принципиальными соперниками. И с точки зрения роста игроков, я думаю, что это был очень классный матч. Игроками, которые вызываются на сбор, я очень довольна. Все себя достаточно сильно проявили в этих двух играх. Итак, кубок у ЦСКА бронзу вырвало Динамо Синара, а у нас четвертое серебро. Неприятно, конечно, проигрывать, тем более такие матчи, говорит капитан. Но главный финал впереди. Не бывает, конечно же, двух первых мест. Это спорт. Но самое главное, что мы подарили праздник. Мы подарили замечательные эмоции. Не могу сказать, что это какая-то трагедия. Несомненно, это урок. Без проигрышей не бывает побед. Теперь нам ничего не остается, как выиграть чемпионат. Марина Черных, Виталий Ступаков, Первый, Ростовский. Апрель возомнил себя июнем. И, похоже, менять свое решение не собирается. О погоде за окном наш метеокор Дина Горбачева. Ростовчане, всем привет. Утром в декабре, в обед июнь, а вечером марта. И все это называется апрель. Именно так можно описать погоду в этом месяце. Утром прохладно, в обед уже под припекающими лучами солнца действительно становится жарко, а вечером максимально комфортно находиться на улице. Сейчас расскажу, будет ли держаться такая же погода и на выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Воскресенье прохладнее, но все равно тепло, плюс 22. Ветер, дуя по-прежнему с запада, разгонится до 4 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, но ненамного. 754 миллиметра артутного столба. Осадков на выходных не ожидается. А вот в понедельник у синоптики рисуют дождь и сильный юго-западный ветер, целых 8 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до 21 градуса. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Таким запомнился Ростов на минувшей неделе. Этот выпуск программы «Ростов-главное» подготовили команды телеканала «Первый Ростовский» и я, Анастасия Натальевич. Давайте делать новости вместе. Присылайте свои идеи, новости, фото и видео на WhatsApp. Вся информация, контакты на сайте 1Rostov.tv И, конечно, мы есть в соцсетях. Подписывайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова